Глава региона провел же недельное рабочее совещание со своими заместителями и руководителями профильных департаментов, в ходе которого обсудили ряд наиболее важных для принятия решений вопросов. В частности, речь шла о вакцинации населения от COVID-19, детской оздоровительной компании, возможности выполнения прямых авиарейсов в южном направлении на российские курорты, жилищном строительстве в Наринмаре. На совещании обсудили результаты проверок на Печоре и на Ерюйском месторождении, которые межведомственные рабочие группы проверили на прошлой неделе. Экология вообще в целом тема очень чувствительная, а в нашем округе она особо чувствительная. Напомню, после сообщения о загрязнении протоки Тундровый шар и реки Печоры, а также разгерметизации скважины на Ерюйском месторождении, по поручению губернатора на место оперативно были направлены межведомственные рабочие группы для оценки возможного негативного воздействия на окружающую среду. По итогам обследования в протоке Тундровый шар и Печорье не было обнаружено следов нефтепродуктов, а на Ерюйском месторождении нефтесодержащая жидкость распространялась только по территории кустовой площадки, которая имеет песчаногравиную отсыпку и защитное обвалование по периметру. Территория Тундры не пострадала, а последствия инцидента были полностью устранены. Мы будем и дальше также жестко реагировать. Я прекрасно понимаю, что недропользователи – это всегда некая опасность, но тем не менее, если будут поступать сигналы от жителей, неважно, по реке, тундре, мы вот ровно так же будем жестко реагировать, направлять туда группы, брать пробы, почвы, воды. Для нас экология – это очень чувствительная тема. Еще одна не менее важная тема – это темпы ввода жилых домов в эксплуатацию, соблюдение подрядчиками сроков сдачи в соответствии с государственными контрактами. Буквально в выходные Юрий Бездудный проехал по стройкам Наринмара. Осмотр строительных объектов был не запланирован. К сожалению, обратил внимание на то, что на целом ряде объектов абсолютная тишина. Глава региона обратил внимание руководителя профильного департамента на особенность плановых проверок работ, одна из которых совместно с депутатами окружного собрания была проведена в первой половине апреля. И когда мы проезжали, было оживление. И я не совсем понимаю, почему люди опять исчезли со строек. То ли они разъехались, то ли действительно это выходные дни, у них какой-то особый распорядок работы. Губернатор пообещал, что лично будет осуществлять внеплановые проверки и контролировать строительство жилых объектов. Я буду проезжать по объектам без сопровождения, неурочно, неожиданно, для того, чтобы посмотреть, как на объектах ведутся работы. Что касается конкретно строительного объекта, жилого дома по улице Сущинского, 10, то здесь новоселье, которое отпразднуют переселенцы из ветхого фонда и дети-сироты не за горами. Подрядчик уже получил разрешение на вот 9 и 10 секции дома в эксплуатацию. Работает приемная комиссия, которая должна оценить качество сдаваемых квартир. Мы, безусловно, хотим, чтобы как можно больше квартир сдавалось, чтобы вводили как можно больше квадратных метров, но при этом не забываем про качество. То есть мы гнать стройки в ущерб качеству не будем. Нам нужны нормальные квартиры, в которые люди переезжали и могли бы там сразу жить. По итогам переговоров главы региона с компанией Аэрофлот о выполнении в летний период чартерных рейсов из Наринмара в Симферополь и Краснодар Юрий Бездудный дал поручение руководителю профильного департамента направить официальное письмо с предложениями от округа на имя генерального директора компании. Понимаю, что для этого им надо сделать просчеты. Если цена будет удовлетворительная, приемлемая, то они могут зайти авиакомпанией «Победа». Для нас это интересно. Понимаю, что если цена будет неприемлемая для жителей, и мы тоже не согласимся с этим. Поэтому готовьте письмо на президента компании Аэрофлот. Давайте прорабатывать этот вопрос. Конечно, нашим жителям было бы удобнее напрямую, не залетая в Москву или Питер, добираться на юга. На выполнение поручения глава региона дал две недели. Иван Никонов, Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Алексей Орлов. Телеканал Север.